Спикеры сегодня это Алексей Злобин, продамент менеджер по оборудованию ITC и Юрий Якушин, пресейл инженер также по оборудованию ITC. Я думаю мы будем незамедлительно начинать. Да, начинаем. Дайте право слово. Дайте право слово. Компания ITC широко используется в государственных, транснациональных учреждениях, на крупных предприятиях, в образовании, энергетике, финансах, медицине, в общем во всех других отраслях. Компания ITC официальный поставщик Олимпийских игр в Пекине в 2008 году, в Всемирной выставке в Шанхае, Азиатских игр в Гуанчжоу, саммита G20 в Ханчжоу и многих других знаковых мероприятий. Товарный знак ITC зарегистрирован более чем сейчас в 35 странах. Компания имеет около 60 тысяч глобальных партнеров и в настоящий момент реализовано более 900 тысяч успешных кейсов. Штаб-квартира компании находится в городе Гуанчжоу. Это офис 15 тысяч квадратных метров производства. Это 4 фабрики в городах Гуанчжоу и Ханчжоу. Площадь производства около 80 тысяч квадратных метров. Компания имеет склад около 5 тысяч квадратных метров. Сотрудники компании в настоящий момент это около 3 тысяч человек, из которых отдел продаж это 700 человек, маркетинг 600, департамент разработки и внедрения около 500 человек и на производстве сейчас занято около 1200 человек. Департаменты разработки и внедрения находятся в городах Гуанчжоу и Ханчжоу. Это разработка продуктов, разработка программного обеспечения, которые удовлетворяют всем требованиям клиентов. Также в городе Гуанчжоу находится крупный дата-центр, который занимается разработкой новых технологий, создает новые продукты и приложения для завоевания лидирующих позиций в отрасли. У компании есть лаборатории. В частности, вы видите на слайде лабораторию по исследованию и изучению аудиосистем ITC. представлены там усилители, акустика. Наши инженеры и руководители побывали в этой лаборатории. Она оснащена по последнему слову техники. И, соответственно, вся продукция компании ITC удовлетворяет всем условиям и технологиям современности. Также вы видите на слайде демо-залы компании ITC. В них представлена практически вся линейка оборудования, которую выпускает компания. Это и система оповещения, и конференц-системы, и безбумажная конференц-система, и система отображения. В общем, весь спектр оборудования, которое производит компания. Производственные цеха на фабриках – это цеха электроники, цеха высокотехнологичных продуктов, цеха по производству оборудования для цифровых аудиоконференц-систем. Есть роботизированная сборка печатных плат на роботизированном конвейере, что обеспечивает высокое качество сборки и надежность. На фабрике производится практически стопроцентный контроль качества. Это производится проверка сырья, контроль собранных узлов, контроль готовой продукции. И, соответственно, проводятся тесты на старение, ударопрочность, падение и обязательная проверка всего оборудования перед отгрузкой. Линейки продукции, которые выпускает компания, это линейка аудиооборудования, включает в себя система оповещения эвакуации, выделена оранжевым. Мы в настоящий момент этой линейку не представляем, не занимаемся. А вот синим выделены линейки оборудования, которыми компания Pimatico занимается и представляет здесь, в России, на рынке. Это профессиональные аудиосистемы и конференц-системы. Также компания ITC выпускает линейку видеооборудования. Это система видеоконференц-связи, LED-видеостены, система видеокоммутации. Опять же, выделена синим, это то, что компания Pimatico представляет на рынке, и система видеозаписи. Компания выпускает и система освещения, сценическое освещение, светодиодное освещение, но мы этими линейками, к сожалению, сейчас не занимаемся. Представлена линейка мультимедийных систем управления, центральные контроллеры, контроллеры управления мощностью, многоканальные регуляторы света, регуляторы звука и панели управления. Этим мы планируем заниматься в ближайшем будущем. Решение компании ITC в настоящий момент широко используется сейчас в любых сферах. В школах, спортивных залах, особняках, гостиницах, банках, офисах, во всех сферах деятельности. Компания выходит сейчас на международный рынок. Она ранее была известна в основном только на китайском рынке, но в настоящий момент доля компании в международном бизнесе составляет уже сейчас 20%. Клиенты компании ITC – это дистрибьюторы и дилеры. Компания выпускает бренды OEM, OEM и клиентами и компаниями также являются системные интеграторы и подрядчики. Компания предоставляет и предлагает кастомизацию продуктов, разработку решений, техническую поддержку, технические тренинги. Очень быстро реагирует на различные запросы клиентов и оказывает централизованный сервис. Компания постоянно совершенствуется, на рынке она известна давно и завоевывает лидирующие позиции, получает различные призы, в том числе отмечены наградами китайского правительства, получает различные патенты на изобретение различных систем, имеет сертификаты менеджмента качества, сертификаты по безопасности выпускаемой продукции. И, соответственно, представлены на слайде сертификаты декларации Евразийского экономического союза для работы на рынке России и Евразийского союза. Компания IPMATIC с 2019 года является эксклюзивным дистрибьютором компании ITC в России и в странах присутствия по четырем линейкам оборудования. Это цифровые аудиоконференц-системы, безбумажные конференц-системы, профессиональные аудиосистемы и аудио-видеокоммутации управления. Теперь мы подробнее остановимся на линейках оборудования, которые мы представляем. Это аудиоконференц-системы. О них подробнее расскажет Юрий. Да, давайте приступим непосредственно по моделям. И начнем мы с бюджетной конференц-системы. Они у нас выделены непосредственно из серии. Серия TS-06 является бюджетной конференц-системой у ITC. Стоит она из следующих компонентов. Это контроллеры. Их три штуки. Вы можете их увидеть сверху на верхней линии. Это 06-05, 06-04. Как вы можете заметить, все названия оборудования начинаются с цифрового обозначения 06, как сама линейка. Также есть на выбор большое количество микрофонов, как настольного исполнения, есть черного, белого цветов, точнее даже серебристый, а не белый. Также есть и врезные микрофоны, если есть пожелание, чтобы не было на столе меньше места занимало. И также есть различные аксессуары, которые могут понадобиться при создании этого решения. Ну, поговорим непосредственно о контроллере TS-06-05M. Это самый маленький, самый бюджетный контроллер для цифровой конференции. Он, во-первых, что стоит отметить, имеет неисточный вариант. То есть он устанавливается где-нибудь на стол недалеко от самих микрофонов, либо на подоконник, либо на какой-нибудь шкаф. Ну, на крайний случай его можно положить на полку в серверном шкафу, если он есть. Управляется он при помощи кнопок, которые расположены на самом контроллере. Вы их можете заметить, что они находятся на его лицевой стороне. Есть у него LCD-экран для того, чтобы... Отображать режимы работы. Да, совершенно верно. Из кнопок, что стоит отметить, это увеличение и уменьшение громкости, включение записи, переключение режимов работы. Про режимы мы чуть подробнее поговорим. И какие у него разъемы есть. Во-первых, у него есть внешний источник питания, то есть нет устроенного блока питания. Есть два разъема для подключения микрофонов. Микрофонов можно подключить до 30 штук. Есть отдельный выделенный XLR-разъем для подключения микрофона. Также этот разъем поддерживает и фантомное питание, чтобы сразу и запитывать эти микрофоны. То есть это дополнительный микрофон, который можно подключить к контроллеру? В сумме у нас получается 30 плюс 1. И есть аудио-выходы и аудио-входы, чтобы этот звук выводить на какие-нибудь внешние колонки, что мы слышали. Схема подключения достаточно простая. То есть мы сами микрофоны подключаем напрямую в контроллер при помощи 8-ми жильного кабеля специального авиационного. По-моему, авиационный. Ну, называется правильно. Вот. К одному разъему можно подключить до 15 микрофонов. То есть в сумме вот как раз-таки получается, что мы делаем такие своеобразные две линии. Точнее, не две линии, наверное, цепочки. Две цепочки. Правильно назвать. По 15 микрофонов. Микрофоны к контроллеру можно подключить любые из линейки ТС-06. Вот. Четыре режима работы микрофонов, которые поддерживаются. Это очередь, стандартные, активация по голосу и по запросу. Вот. Есть встроенный эквалайзер для того, чтобы можно было как-то управлять звуком по личным пожеланиям. Какие микрофоны к нему можно подключить? Это ТС-06-02. Это самые бюджетные микрофоны. Они самые простые. У них механическая кнопка для активации. И они бывают с двух видом. Модель 06-02 – это микрофон председателя, который имеет функции приоритета, перехвата управления. И ТС-06-02А – это микрофон делегата. У него уже этой физической кнопки нет. ТС-06-21 – это уже более крутой микрофон. Он уже сделан в таком более богатом внешнем виде. Серебристого цвета. Вот. Но у микрофона ТС-06-02-20… 06-22 уже есть экран. И он уже поддерживает краски функции голосования. Но стоит отметить, что функцию голосования не поддерживает сам цифровой контроллер. Это уже про следующий контроллер, о котором мы будем говорить. Он уже будет поддерживать данной функционал. А дальше идут уже еще один настольный микрофон немножко другого форм-фактора и врезные микрофоны. Для каких, так скажем, сценариев, либо конференц-комнат подходит данное решение? На самом деле, это достаточно небольшие помещения, где до 30 делегатов. На самом деле, 30 делегатов – это уже достаточно большая переговорная комната. Но в реальности, наверное, это где-то не больше 10-15 человек. 10-15. Не требуется интеграция, например, с ВКС. Может быть, это просто закрытое чистое аудио решение с выводом на колонки. То есть, вот у нас здесь дальше есть расчет. Да, сколько будет стоить решение, где у нас есть цифровой контроллер 0605, кабель-удлинитель для подключения первого микрофона. И мы подключаем 12 микрофонов проводных 0602. В сумме стоимость этого проекта в розничных ценах перед вами. Условно, это получается… Около 4 тысяч долларов. Да, около 4 тысяч долларов. Это достаточно недорого по сравнению с другими бюджетными системами. Да, это система… То есть, здесь нет акустики, имеется в виду вывода звука. Наши микрофоны все имеют встроенные динамики. То есть, в принципе, микрофон, который на данный момент не активен, звук может вводиться со встроенного динамика. То есть, здесь получается полноценная система уже. Если требуется, то можно еще, конечно, повесить колонки на стены, на потолок, чтобы это как-то выводилось более громко. Дальше у нас идет контроллер TS-06-04. Это уже более мощный, более дорогой контроллер. Он уже имеет стоечное исполнение, двухъюнитовое стоечное исполнение. На лицовой стороне у него есть много кнопок для того, чтобы управлять его настройками, переключением количества активных микрофонов, которые может быть, переключение режимов, настройка громкости и низких-высоких частот. А на обратной стороне мы видим разъемы уже более такие серьезные, один из них, например, это разъемы RS-232 для подключения к системе управления внешним, для подключения к персональному компьютеру, а также три разъема для подключения микрофонов, потому что этот микрофон поддерживает больше уже максимальное количество микрофонов. И есть специальный разъем для расширения. Чуть позднее расскажем, зачем этот порт расширения. И также есть аналоговые аудиофоды и выходы для вывода звука на профессиональную аудиоакустику. Схема подключения на самом деле не отличается от предыдущей. От 06-05 по линии мы можем подсоединять определенное количество микрофонов. Стоит отметить, что данный контроллер уже поддерживает до 128 микрофонов, но сама система поддерживает микрофонов до 4096. Это делается при помощи контроллера расширения. Мы про него расскажем чуть дальше. Они как раз подсоединяются в порт расширения по цепочке, и можно добить как раз до этого значения. Те же самые четыре режима работы, очередь, стандартная активация по голосу и по запросу. Уже доступно программное обеспечение, чтобы управлять им с компьютера, не только тыкать на кнопки на самом. Количество активных микрофонов – это 1, 2, 4, 6. Есть у нас контроллеры поддерживают и до 8 активных микрофонов, которые могут одновременно передавать звук. И также уже эта система поддерживает работу системы синхронного перевода. О ней мы поговорим дальше. У ITC есть и система синхронного перевода. Вот цифровой контроллер-расширитель. Он тоже выполнен в корпусе сточном, в двухъюнитовом. И каждый вот этот контроллер позволяет к системе прибавить еще 128 проводных микрофонов из линейки 0.6. Эти контроллеры могут цепляться друг за другом. Здесь вот как раз слайд, те же самые микрофоны, что были и 0.6, 0.5, но уже с картинками. У нас там, к сожалению, в предыдущей табличке микрофоны, картинки потерялись в какой-то причине. Но здесь вот можно на них посмотреть более подробно. У них, у всех микрофонов, есть разъемы 3,5 мм для того, чтобы можно было подключить наушники и слушать звук в наушниках. Три микрофона, это 0.6, 22, 27 и 23, поддерживают функцию голосования и ЖК-экран. Но еще стоит отметить, что врезные микрофоны, у них нет динамики. Только у настольного исполнения есть динамики. Хотелось бы поговорить насчет количества подключаемых микрофонов. Я думаю, в принципе, это очевидно, что чем дальше микрофон от источника, в данном случае источником является именно контроллер, то тем больше происходит затухание аудиосигналов. Поэтому у нас есть ограничение по количеству подключаемых микрофонов от дистанции нахождения от первого микрофона до контроллера. Здесь на этой табличке вы можете увидеть зависимость дистанции от количества подключаемых микрофонов. Если нам, например, у нас микрофонов ТЭЛЬ-ТС 06-02 находятся на дистанции 30 метров, и нам их нужно подключить условно 40 штук, то для этого нам необходимо использовать специальный адаптер, он называется 06-26. Фактически это устройство, к которому вы можете подключить микрофоны, и это устройство, аксессуар, оно имеет независимый источник питания. Фактически это повторитель-разветвитель. Он одним кабелем соединяется с контроллером, а на выходе у него два кабеля. После него можно еще запустить две цепочки микрофонов, и благодаря независимому питанию мы уже начинаем от него считать вот эту дистанцию. Ну и стоимость решения уже на, так скажем, уже 06-04, контроллер, он предназначен для больших переговорных комнат. Да, это залы заседаний, конференц-залы уже больше, чем переговорные комнаты. Вот вы видите здесь реальный кейс, на котором представлена система на данном контроллере и микрофонах ТЭЛ-ТС 06-21. Их здесь уже достаточно большое количество, 36 микрофонов, и стоимость такой системы уже получается около 18 тысяч долларов. Мы переходим уже к другой серии, это ТЭЛ-ТС 02. Эта система, она уже никак не взаимодействует с серией ТЭЛ-ТС 06, то есть они полностью друг от друга не умеют, условно, они работают вместе. Это важный момент, что контроллеры работают только с указанным к ним микрофоном. Например, нельзя микрофон от серии ТЭЛ-ТС 02 подсоединить к контроллеру ТЭЛ-ТС 06. Сейчас, коллеги, минуту. Данная линейка ТЭЛ-ТС 02, она представлена контроллером ТЭЛ-ТС 0200М и контроллером-расширителем ТЭЛ-ТС 0200МЕ. Также вы видите, что в этой линейке есть как настольные микрофоны, так и врезные, и есть ряд аксессуаров. Рассмотрим сам контроллер ТЭЛ-ТС 0200М. Данный контроллер уже управляется не кнопками на передней панели, а там находится жидкокристаллический тач-экран и несколько кнопок для выбора режимов. На задней панели находятся разъемы для подключения системы синхроперевода, кнопка питания, есть порты для подключения микрофонов, их уже в этом контроллере четыре. Есть набор аудиовыходов, порт расширения для подключения контроллера, расширения. Данный контроллер также может управляться и подключаться к персональному компьютеру. Есть слухие контакты для подключения сторонних систем и есть, соответственно, кнопка сброса и установки ID микрофона. Давайте рассмотрим схему подключения данного контроллера. К первым трем портам можно подключить в цепочку микрофоны серии ТЭС-02Х. И к четвертому порту здесь уже можно подключить отдельный микрофон системы синхронного перевода, то есть это специальный микрофон переводчика. Юрий продолжит. Да, да, то есть данный контроллер, он уже имеет встроенную систему синхронного перевода, ну, фактически можно ее так назвать условно. То есть мы можем подключить контроль, ой, к контроллеру микрофоны, например, который показан на картинке, это микрофон ТЭС-02Х. Этот микрофон имеет встроенную поддержку выбора канала синхронного перевода. И к нему, то есть, можем подключить наушники. Да, к нему мы включаем наушники, выбираем канал, который, а на подключенном микрофоне синхронного перевода, который называется 0670HY, если мне память не изменяет. А, ну да, здесь у нас как раз написано, у нас справа. Выбираем, в какой канал мы как раз-таки будем переводить. И уже на подключенном микрофоне, на микрофоне 0205, мы будем слышать в наушнике этот непосредственный перевод. Вот, на колонке внешнюю акустику этот перевод транслироваться не будет. Также этот контроллер имеет специальные аудио-разъемы РЦА для подключения к внешней системе синхронного перевода, если у нас используется также, например, и беспроводной способ передачи вот этого сигнала перевода. Ниже вы можете увидеть характерическое количество поддерживаемых каналов перевода. И важно отметить, что уже этот цифровой контроллер поддерживает функцию наведения камеры на говорящего, что не поддерживает линейка TS-06. Даже ее старшая модель TS-06-04 не поддерживает данный функционал. Эта функция работает замечательно с нашими терминалами Ялинк. ВКС терминалами. Да, ВКС терминалами. Данный сценарий реализован у нас в демо-комнате. Для этого ничего специального там дополнительно покупать не нужно. Никакие там крест-роны, АМХы. Это встроенный функционал контроллера, так и терминала ВКС. Единственное, что нужно купить, это USB кабель. USB RS-232, которым вы соедините контроллер и терминал видеоконференц-связи Ялинк. Вот. Про сенсорный экран ты рассказал? Да, я рассказал, что контроллер снабжен на лицевой панели. У него есть сенсорный экран для выбора режимов работы и управления. Да, коллеги, мы утром вначале не сказали, если у вас есть вопросы, мы просматриваем чат, не стесняйтесь, задавайте вопросы, мы будем на них с Алексеем отвечать. Также у контроллера есть свой расширитель двухъюнитовый. Его отличие только в том, что он соединяется разъемом G45 с главным контроллером, с цифровым контроллером 0200M. Способ, ну, не в собственном соединении, а увеличение емкости такой же, как и у серии 06. Каждый расширитель увеличивает на 128 возможных поддерживаемых микрофонов. Таким образом, мы можем их увеличить до 4096, включая их в цепочку. Вот я вижу, уже есть вопрос от Ильи. Данте на борту ожидается, Кобранет уже не Камильфо. Мы сейчас дойдем, у нас есть контроллер, который имеет встроенный интерфейс Данте, который позволяет вашу цифровую конференц-систему завести в инфраструктуру Данте. Мы как раз-таки скоро про него перейдем. Какие микрофоны могут подключаться к этому контроллеру? Это бюджетная модель 0202. Она также бывает как приседательская, так и делегатская. То есть это здесь уже сенсорные кнопки, не механические, в отличие от линейки 06, у которых на микрофонах практически у всех механические кнопки. Здесь сенсорные, чтобы гарантированно не слышать вот этот вот щелчок включения микрофона. Ну вот, избавиться от металлических этих звуков. Встроенный динамик. И эти цифровые, ну вообще и микрофоны, и сама цифровая система уже работают по шести жильному авиационному кабелю специальному. Поэтому как раз-таки несовместимые серии TS-06 и TS-02, а потому что у них разная распиновка и вообще количество жил у них разное. Самая популярная на самом деле модель 0202. Дальше у нас идет микрофон 0203. Его основным особенностем это то, что этот микрофон поддерживает IC-карты. Авторизацию по IC-карте. Да, индивидуальные карты. То есть у нее есть сбоку приемник для считывания этих карт. Дальше у нас идет микрофон 0205. Это уже, так скажем, микрофон, который выполнен в стиле Lamborghini, по-моему, его называют. Дизайн Lamborghini. У него сенсорный экран достаточно большой, при помощи которого можно участвовать и в голосованиях и как раз-таки выбирать канал перевода. Есть встроенный динамик у этого микрофона. Вообще у всех. Кроме встраиваемых микрофонов, во всех настольных микрофонах есть встроенный динамик. И есть еще два врезных микрофона 0223 и 0236. 0233 это самый бюджетный, самый простой. У него только одна либо две кнопки сверху на лицевой стороне. И откручивающийся вот этот микрофон на гусиной шеи. 0236 уже такое мощное решение. У него есть гнездо для подключения наушников. На нем выбрать можно канал перевода. Причем у него на самом деле даже два аналоговых, два трехстонно-миллиметровых разъема, для того, чтобы можно было нескольким людям работать фактически за одним микрофоном. Можно даже так сделать. Также есть свои характеристики в плане подключения. Если нам не хватает из-за дистанции количества подключаемых микрофонов, то мы используем специальный адаптер 0221, который нам позволит увеличить количество подключаемых микрофонов, если дистанция очень большая. Вот на данном слайде представлен реальный кейс. Вы видите, что данная система уже используется в залах заседаний, в больших конференц-залах. Данный контроллер и в наборе с микрофонами TS-0205. Здесь их представлено уже более 30 штук. Это контроллер-председатель и 30 делегатов. И стоимость такой системы получается уже где-то 25 760 долларов. То есть система уже более серьезная, более дорогая, чем предыдущие. Кстати, мы с тобой забыли отметить, что все микрофоны, про которые мы говорили и в линейке 06, и в линейке 02, они имеют последовательный разъем, который позволяет микрофоны просто друг за другом подключать. Они используют для этого какие-то либо специальные кабели-разветвители. То есть микрофоны имеют встроенный кабель, во-первых, по-моему, 1,8 метра. Да, длина кабеля 1,8 метра. И их можно просто подцеплять друг за другом по цепочке. Мы используем один кабель-удвинитель от контроллера до первого микрофона, а дальше они уже друг за другом цепляются. К ним мы дошли до самой, скажем так, популярной, самой часто используемой линейки. Это, хоть она называется беспроводная, но также поддерживаются и проводные микрофоны. Это серия TSW-100. Здесь есть свои три контроллера. Как раз-таки первый, W100, это контроллер, который поддерживает как проводные, так и беспроводные микрофоны. TSW-100MS, это бюджетный контроллер, который работает только с беспроводными микрофонами. И крайний справа, TSW-100MD, это контроллер, который поддерживает проводные и беспроводные микрофоны, а также имеет интерфейс Dante. Ну, собственно, это в названии отображается как раз и буковка D, это интерфейс Dante. Микрофоны есть беспроводные W1001, W1002, W1003, и есть ряд специальных проводных микрофонов, которые поддерживаются только именно данным контроллером, а именно W100-м контроллером. но это забыл и стоим д это уже не работает да и забыл стоим да вот так же есть экзесуаров это вай-фай точки доступа и зарядного устройства для беспроводных микрофонов говорим про дабло 100 он достаточно сильно напоминает контроллер как вы могли увидеть тест 0200 м здесь тоже сенсорный экран но здесь немножко другие разъемы на задней стороне во первых здесь нету аудио разъемов для работы со внешней системы синхронного перевода здесь есть специальный джи 45 разъем для подключения точки доступа чтобы подключить в мисс равномера беспроводный микрофон у нас работает по сети вай фай 5 герц вот и здесь есть специальный индикатор сверху справа можете увидеть который отвечает за работу именно вай файл строй во всем остальном в принципе сильно не отличается а есть еще также на борту разъемы для питания громкоговорителей это даже да это встроенный встроенный усилитель на 25 до нас два канала по 25 сейчас на следующем слайде мы увидим характеристики да вот более подробно хотели сказать что именно тс w100 отличает от его ну скажем так и за и тс 020 или во первых это поддержка беспроводных микрофонов по 5 герцовой сети микрофон у нас ну там работают по сети шифрования те же самые четыре режима управления они так и остаются количество микрофонов которые мы можем подключить к тс w100 это 300 штук беспроводных метро да именно беспроводных микрофонов проводных те же самые 4096 встроенная поддержка записи встроенный усилитель как раз ки 2 по 25 ватт четырехомные одновременно может быть активировано до 6 беспроводных микрофонов или до 8 проводных микрофонов предыдущие контролях по которым мы рассказывали максимально было до 6 всего здесь уже восемь одновременно человек могут выступать из особенностей есть поддержка режима системы пожарного оповещения да у нас это показано в домозале то есть есть специальные разъемы которые отрабатывают на разъединение и соединение условно контактов и начинают индикаторы на микрофонах мигать сигнализируя о том что у нас пожарная тревога на пожарная тревога также на lcd экране тоже горит индикатор фаррала фаррала вот мы по опту предлагаем именно w 100 контроллер зачастую в основном в решении для переговорных комнат бюджетный контроллер который работает только с беспроводными микрофонами это w 100 ms он уже имеет исполнение 1 юнитовая и у него точно так также есть разъем для подключения точек доступа точек доступа можно как одну подключить так и целую вереницу для этого нужно использовать просто обычные неуправляемые боя коммутатор ну и как вы видите здесь уже нет тач экрана на лицевой панели управляется он кнопками на лицевой панели или через программ управления вот есть аудио также выходы для вывода звука на акустику к нему можно до 300 беспроводных микрофонов подключить одновременно работу до 6 без проводных микрофонов также он поддерживает режим пожарного оповещения работает по сети 5 гигагерц в принципе чисто беспроводного решения фактически это кусок там тс до 100 и все что он поддерживал точки доступа каждая точка доступа поддерживает до 55 беспроводных микрофонов поддерживается питание по и и радиус действий не 50 метров но на самом деле их количество подбирается не только от количества подключаемых микрофонов но зачастую и вот помещение зависимости да вот габарит особенность помещений зарядное устройство имеет имеет встроенный блок питания условно что используется обычный стандартный универсальный компьютерный кабель 220 вольт имеет на борту 10 usb разъемов то есть от него 1 можно зарядить до 10 одновременно микрофонов любых беспроводных вот и защиты там от перегрузок скачков напряжения я вижу есть вопросы давайте тогда плавно перейдем к вопросу из чата алексей трофима спрашивает про демо зала расскажите и как в него попасть вместе заказчиками мы расскажем про это в конце презентации будет отдельный раздел про партнерскую программу там поподробнее расскажем про демо зал и вот еще видим вопрос от дмитрия горького точка доступа проприетарная но мы в принципе рекомендуем и производитель рекомендует использовать ее но тестировали сторонние точки доступа который предлагает компания пиматика с ватик с ними точками доступа беспроводная система работает это проверено опытным путем требуется определенной манипуляции но добиться работы можно но манипуляции в настройках настройках точки доступа именно тогда давайте поговорим чуть подробнее о каких беспроводные микрофоны у нас есть есть у нас микрофоны w101 это наверное оля аналог 0205 микрофону который проводной то есть большой сенсорный экран встроенные динамики и поддерживается функция голосования авторизация также возможность получения по моему он поддерживает насколько я помню каналы синхроперевода на нем есть по моему есть у него да есть бюджетный микрофон w 102 у него маленькие маленькие жека экран и сам символ маленький это бюджетный микрофон но при этом тоже поддерживая функции голосования авторизация но уже встроенного динамика у него нет w 103 это новый микрофон вышел он относительно недавно он фактически полностью как-то сказать повторяет w 101 но в его на функционалу довольно просто другой дизайн такой более красивый более округлый на любителя более высокий скажем так если w 101 но такой как бы приплюснутые широкий но он этот наоборот как бы цилиндрической формы и стремится вверх то есть он достаточно высокий сам по себе также у нас есть микрофоны которые работают только с w 100 и мд это вот 0 0 303 его особенность в том что этот микрофон работает как по разъему xlr так и по витой паре но не стоит путать что это не интерфейс данте это просто витая пара вот и у этого микрофона есть особенность что он поддерживает функционалы резервирования своеобразного то есть он по умолчанию работает по соответственно витой паре при подключении контроллера но в случае обрыва витой пары он переходит в режим работы по аналоговому кабелю точно такой же микрофон есть в сером а в черном исполнении это вот на 303 b это просто black в черном цвете и есть еще микрофон 03 06 микрофон работает по витой паре у него есть два интерфейса и 45 то есть эти перечисленные фактически два микрофона они охоте из линейки фактически тс-02 в том числе но они работают только с серией w 100 но здесь представлена типовая схема подключения как вы видите контроллера мы можем разместить в серверном шкафу разместить точку доступа либо на стене либо на потолке на столе будут стоять беспроводные микрофоны и вот в такой конфигурации данная система будет работать то есть когда могут понадобиться именно беспроводные микрофоны то есть в том случае когда уже имеется у клиента хороший там стол который уже условно там пилить нельзя не хочется портить да и хотят его портить запрещено то беспроводные микрофоны это выход в этом случае что на столе во первых не будет никаких лишних кабелей торчать и лишний раз этот стол пилить не придется условно и портить его также к нему к уже к контроллеру w100 и w100 md можно подключить и те же самые проводные микрофоны от линейки тс-02 стоит отметить что здесь у нас добавлен один микрофон тс-02 10 он тоже работает по разъему 6 жильному 6 пиновому имеет внизу для наушников умеет голосование авторизации динамик как например и тест 0205 но во первых он единственном видео то есть он всегда как приседать не он он может настраиваться и канон седатели как делегат да у нем еще больший сенсорный экран у него есть небольшое количество функций из paperless системы скажем так что к нему по флешку флешку можно вставить и загрузить и просматривать да например фордовские файлы экселевские файлы с него можно просматривать и также на обратной стороне здесь к сожалению не видно но вы можете посмотреть на нашем сайте у него есть на обратной стороне еще один экран 2 так называемые имена и табличка совершенно верно назад на обратной стороне у него можно запрограммировать запрограммировать чтобы нам был написан там например иван васильевич вдруг то не знает кто за этим микрофоном сидит он достаточно мощный какое устройство способ соединения сверхового контроллера w100 то есть у него по кабелю соединяются проводные настольные врезные микрофоны через пуе коммутатор можно подключить точки доступа и подключению беспроводных микрофонов и также к нему можно подключить внешнюю отдельную систему синхронного перевода я вижу есть вопрос в чате от ильи rc на этот пульт какая с сенсорным экраном или прошу сказать у нас там много сенсорных экранов какой именно модель давайте я пока временно переключу назад если вдруг вы не увидели название модели 0 2 10 все розничные цены вы во первых можете увидеть на нашем сайте сейчас алексей скажет розничную цену на давайте да сейчас быстро сейчас посмотрю вот пульт 10 пульт у него розничная цена 1584 доллара микрофон и пульт председатель делегат сенсорный экран 7 дюймов и цветная именная табличка почти 9 дюймов да почти 9 дюймов и вот спрашивал у нас человек про данте интерфейс вот тс дабл 100 нд тоже сенсорный экран но отличие w 100 про который мы только что говорили если внимательно посмотреть у него есть еще дополнительный ethernet разъем который подписан данте при помощи этого разъема как раз ки все что происходит весь звук который собирается надо гонстру нд можно завести в структуру в сеть и данте важно понимать что это будет всего ну условно один поток один источник не получится как бы представить w100 м.д как там не будет как 128 там условно входов и выходов там будет просто один фото и один выход и вы будете выбирать собственно либо забирать либо подавать дозу а также помимо танта то есть контроллер поддерживает еще и резервирование такая техническая особенность на которой мы сейчас не будем устанавливаться вот фактически в своем исполнении этот контроллер полностью совпадает с w100 м.д. но имеют лописок весь свой доблый сотом но имеет вот ряд особенностей связанных с наличием интерфейсом данте ну вот посмотрите значит на слайде представлены также реальные кейсы и как уже сказал юрий где могут быть использованы беспроводные конференц системы это зал и трансформеры это зал и с гибкой рассадкой в исторических зданиях и для мероприятий вне офиса где проблематично протягивать провода соответственно посмотрите кейс это контроллер w100 микрофоны тс w101 и 101 а их здесь 20 штук коммутатор спой точка доступа зарядное устройство на данное количество их нужно две штуки и стоимость такую систему получается уже 28 тысяч триста тридцать долларов вот видите еще один реальный кейс вот здесь как раз видите стол каменный в котором ну это либо камень либо искусственный камень в котором очень проблематично сделать отверстие для протяжки проводов и подключение проводной системы вот на одно из применений беспроводной системы где она с успехом применяется здесь использован бюджетный контроллер w100 ms бюджетные микрофоны tsw 102 и 102 15 микрофонов коммутатор спой точка доступа зарядное устройство также две штуки и вы видите стоимость данной системы намного дешевле чем вот на предыдущем слайде при использовании контроллера w100 и мы плавно пришли к системе синхронного перевода здесь точно так же как и из конференции системы есть свои контроллеры и свои микрофоны здесь микрофоны которые как и переводчика так и условно приемники этого приемки на ладов перевода да и есть свои аксессуары ну давайте непосредственно к ним не приступим а именно начнем с общей информации о системе синхронного перевода ну во первых он использует цифрофазовая модуляция поддерживается там алексей трофимов написал про рекомендованную розничную цену на видимо он право проект который мне рассказывали поддерживается один канал спикера и до 15 каналов перевода система поддерживает до 6 микрофонов переводчика временного перевода одного языка поддерживается блокировки канала поддерживается самих микрофонов по подключению вы можете посмотреть на сайте у нас на самом деле два контроллера т.с. 0678 и от 16 не можно разное количество микрофонов переводчиков микрофонов переводчика они именно проводные всегда микрофоны переводчика также у микрофонов переводчика есть возможность запросить чай или там различные другие аксессуары у них не аксессуары сервиса сервис помимо чая вот ну сейчас подробнее поговорим о всех компонентах дома данной системы да как вот перед вами интерфейс внешний вид контроллер 0 670 h8 и 16 они выглядят одинаково на самом деле но в контроллере 0 670 h8 из 16 групп скажем так пар каналов доступна только половина только 8 здесь каналов они начинаются от 0 до 15 нулевой канал он используется для служебных сообщений и фактически если мы рассматриваем контроллер от 0 670 h8 каналов доступным условно один меньше скажем так на самом деле вот при помощи этих аудиоканалов можем соединиться к контроллеру 0 200 0 200 м все же на решение мы посмотрим дальше будут схемы подключения есть слева можете увидеть разъем для подключения микрофона переводчика он как раз который 6 пиновый шестижильный а справа есть разъемы для подключения как раз таки уже инфрадиаторов и красных радиоизлучателей излучателя достаточно такая большая массивное устройство называется 0 670 h с они работают условно о река излучения инфракрасной технологии данной системы принципе данная технология позволяет к одному излучателю подключать но условно неограниченное количество приемников алексей поправь меня если я не прав но до 30 до 30 штук каскада можно подключить таких излучателей один к другому не это мы про изучать а я фрон прием она просленно ждать у тебя я один излучатель придержит там и 100 прием не до главная особенность эта дистанция и особенность помещения может быть там есть какие-нибудь колонны которые могут преграждать распространению но вообще рекомендует в данной системе системе синхронных переводов с использованием и к излучателе использовать не один и к излучателе в помещении а как минимум два и более сама не перепреснула друг на друга вот излучатель имеет достаточно широкий угол охвата 135 градусов и можно регулировать его выходную мощность у него есть переключатель если небольшое помещение то чтобы сильно условно не фонила можно сделать чтобы он работал выбрать экономичный режим работа скажем так также можно задавать задержку по передаче случае если у нас большое помещение и данные радиаторы расположены на большом расстоянии друг от друга да они подсоединяются по пенсии разъему полу таксиально выбирают аксиального графон переводчика перед вами у него есть также динамик есть разъемы для подключения гарнитуры как чтобы слышать звук точнее источник что ему надо переводить также например при помощи гарнитура можно и сам непосредственный переводом осуществляться если например не подходит либо неудобно пользоваться тем микрофоном на гусиной шее который идет на комплекте в комплекте который вот на картинке 7-дюймовый экран на котором можно выбрать как источник оригинального скажем так источника канал канал который мы переводим да и куда переводим канал мы все это можно выбрать есть возможность запросить чай и помощи если вдруг что-то произошло например там перестал работать либо нужна к этой помощь там ручку чай кофе поддержка текстовых сообщений микрофона могут подключаться каскадом опять же только определенное количество и есть такие функции как мьют напоминание о скорости перевода и есть такая штука как устранение кашля систему синхронного перевода а именно комплекте с микрофоном переводчика идет головная гарнитура с 930 вот она перед вами использует два разъема один для наушника один для микрофона как разки такие же разъемы и на самом микрофоне переводчик она идет в комплекте и можно пользоваться при желании но как можно еще что отметить что в принципе гарнитуры такой расходный материал они со временем если при частом использовании приходит в негодность и данную гарнитуру можно заказать дополнительно 1 идет в комплекте если вы понимаете что данная система будет часто использоваться можно заказать дополнительные отдельно также у нас есть беспроводной приемник так как у нас есть и радиаторы-звучатели к у нас есть и прием небольшая такая штучка очень аккуратная по внешнему виду позволяет принимать до 60 до 16 каналов перевода позволяет работать так скажем в экономичном режиме а именно если микро приемник не получает сигнал в течение 5 минут у приемника автоматически выключается также если у нас отключились наушники условно их выдернули из случайно с приемника то также происходит фактическое выключение есть небольшой сенсор на экран сенсорной жека экран черно-белый монохромный который позволяет нам увидеть текущий канал и уровень качества уровень заряда батареи уровень заряда батареи еще и уровень сигнала на боковой стороне есть разъем для подключения наушника того чтобы вообще стоит перевод и также регулятор регулятор громкости колесико также у нас идут в комплекте наушники для этого прием не дают бинауральные наушники пинауральные эти приемники надо где-то хранить для этого у нас есть специальный кейс зарядное устройство то есть это решение два в одном на нем можно и хранить у него 30 базов для того чтобы установить у него приемник и также этот кейс у него тут не видно но с другой стороны который у нас на стене условно там 10 разъем для подключения внешних кабеля 220 вольт с целью зарядки хранимых приемников тут их можно он я уже говорил на 30 штук заряжать одновременно и также у этого чемодана есть последовательный разъем то есть можно эти чемоданы друг за другом подключать к цепочке всего к одной розетке 220 вольт ну характеристики а именно время зарядки у вас перед экраном вот способы отсоединения если мы делаем закрытую систему синхронного перевода то для этого нам нужен контроллер системы синхронного перевода то есть тест 0670 аж на 8 16 нужно нам количество проводных микрофонов переводчика нужное количество звучателей и приемников то есть больше нам для этого ничего не требуется кстати наверное не рассказал на языка и звучателе у нас питается сети 220 вольт если мы хотим его сделать системы синхронного перевода система синхронного перевода вместе с цифровым контроллером то для этого мы дополнительно соединяем контроллеры аудиокабелями пусть мы получаем канал перевода это говорящий спикер или говорящий делегат мы этот канал передаем в контроллер синхронного перевода там переводчик осуществляет перевод и делегаты у которых есть индивидуальные к приемники слышат этот этот канал перевода выбранный если например нам не требуется беспроводные приемники а мы хотим слышать перевод на микрофонах то возвращаясь когда был 100 мы сам микрофон переводчиков подключаем в 100 в 4 в порт и уже на проводных микрофонов там 0205 например мы уже этот перевод слоя можем слышать то есть у нас различные варианты использования систем осинфронного перевода есть вот как раз схема использования sistema синхронного перевода при работе с контроллером t6 0200 м данный контроллер передает канал перевода в систему синхронного перевода мы можем принимать каналы перевода как на индивидуальных и к приемниках Так мы можем с контроллера синхроперевода передать обратный канал в контроллер TS0200M и прослушивать каналы синхронного перевода на микрофонах, которые имеют функционал приема каналов синхронного перевода. Здесь у нас уже работает как проводная условная передача синхронного перевода, так и беспроводная. То есть, например, люди, которые сидят за столом, они будут сигнал синхронного перевода принимать с микрофонов. А если кто-то у нас сидит, например, вдоль стен, например, у них нет микрофона, то они будут принимать это с помощью своих персональных ИК-приемников. Ну, соответственно, где может применяться данная система? Это залы заседаний. Как отдельно ее можно применять, так и в интеграции с аудиоконференц-системами. Здесь вот представлен кейс, где система синхронного перевода используется отдельно. Вы видите, на местах, на стульях лежат приемники, ИК-приемники с наушниками. И таких приемников в данном зале около 150 штук. Используемый контроллер 16-канальный, два микрофона переводчика. Как правило, их используются два, даже если мы переводим один язык, потому что переводчики устают. Есть определенный регламент, и на один язык нужно обязательно использовать два микрофона переводчика. Используем здесь ИК-излучатели две штуки, кейсы для зарядки на необходимое количество. Их здесь получилось пять штук. И стоимость такой системы в рекомендованных розничных ценах получилась 61 833 доллара. Ну, уже такая достаточно существенная цель. Да, но это большое, как вы видите, большое количество посадочных мест, большое количество ИК-приемников, и именно они дают вот именно такую стоимость системы. Ну вот, коллеги, мы переходим к новому разделу. Это безбумажный конференц-система ITC. Сейчас расскажем, что это такое. Значит, в содержании мы расскажем о текущей ситуации и проблемах, о возможностях системы, о ее применении, расскажем общее сведение о данной системе и о ее структуре. Да. Вот по первому пункту, наверное, самый не очень понятно, что за проблемы, какие ситуации вообще, о чем идет речь. То есть это пункт, о котором мы расскажем вообще, зачем нужна Пеперлос-система и какие задачи она позволяет решить. То есть в основном это, конечно, экономия времени, которую вы как раз сейчас Алексей чуть подробнее расскажете. Ну, вы знаете, что при подготовке конференции возникает большое количество различных проблем и задач. Это нужно распечатать печатные материалы, подготовить их там, переплести, раздать их делегатам, подготовить различные средства отображения, зарегистрировать участников, подготовить рабочие места, разложить там блокноты, ручки. И все это приводит к большому количеству бумаги и снижает эффективность и сильно увеличивает стоимость конференции. Также возникают проблемы и вовремя конференции. Когда приходит большое количество участников, сложно управлять различными устройствами, которые участники принесли с собой. Сложно соблюдать очередность выступления и тайминг во время встречи, следить за использованием печатных материалов, которые лежат на местах делегатов. То есть есть материалы, которые нельзя править, делегат может там внести какие-то правки, то есть испортить документ, подготовленный заранее. Вот сложно потом собрать и записать данные по результатам встречи. Все это вот приводит к низкой эффективности. Ну, фактически это просто растягивается время встречи и все больше и больше. Что же такое безбумажная конференция система? Это аппаратно-программный комплекс, который позволяет производить передачу, обмены, совместное использование различных безбумажных материалов. А именно это электронные документы, различные аудио-видео файлы и изображения. Также данная система позволяет осуществлять регистрацию, голосование, обмен информацией, предоставляет конференц-сервисы, позволяет учитывать контроль посещаемости и управление конференцией. Также не стоит забывать, что, скажем так, чтобы не портить лишний раз бумагу, мы там сохраняем экологию, леса в Сибири. Поэтому в электронном виде, конечно, это все более удобно. И мы всегда сами уже пользуемся практически всегда компьютерами. Поэтому достаточно, можно сказать, еще и дружелюбный интерфейс. Ну, вот на данном слайде представлена конференция системы безбумажная. Из чего она состоит? Да, элементы. Это платформа, сервер управления, сервер медиастриминга и рабочие места делегатов, которые состоят из терминала или мини-ПК и моторизованного выдвижного монитора. То есть у каждого, как показано на картинке, когда он приходит на свое место, у него, во-первых, микрофон стоит, ну, там, опять же, врезной, настольный, без разницы. И он непосредственно оперирует не листочками, которые ему принесла секретарь, а уже на сенсорном экране выдвижного монитора. Вся информация. Да, тем более, что удобно выдвижного монитора, он может убраться и практически уже полностью сливаться со столом. То есть, опять же, это экономия места. Ну, пять из них мы уже рассказали, как раз таки. Да, экономия бумаги, снижение расходов. Все очень делается просто на всех стадиях подготовки, проведения конференции. И мы получаем как бы все в одном. Это мощные функции, включая передачу документов, обмен, совместную работу, общение, регистрацию, выступление, голосование. То есть все функции конференции мы проводим на одном устройстве, можно сказать. Есть вопрос, Алексей, от Евгения Киселева. Возможно ли вместо терминальных ПК использовать планшеты Android, iOS и Windows? Евгений, наверное, предположу, что имеет в виду, что вместо мини-ПК, которым у нас идет специально предустановленный клиент. Насколько нам известно, планшеты, к сожалению, использовать не получится, потому что у нас на компьютерах установлено на терминалах, которые были на картинке. Давайте вернемся. То, что подписано как терминал, это специальный подготовленный мини-ПК от компании ITC, к которым предустановлен специальный программный клиент, который позволяет работать с центральным сервером, который там авторизацию позволяет, работу с совместными документами. Этот софт можно установить и на сторонний мини-ПК с операционной системой Windows, но такого приложения нет на Android устройстве, для мобильных устройств и для планшетов. Для них есть ответная часть, скажем так, ответное приложение, которое будут использовать секретари, либо человек, который отвечает за прием условно каких-то конференц-сервисов, например, запрос чая, бумаги, ручки, микрофоны и так далее. Вы можете установить тот специальный программный клиент, он у нас доступен на сторонний мини-ПК, но там, к сожалению, не получится управлять моторизированным микрофоном, то есть автоматически. То есть получится у каждого выдвижного микрофона есть кнопка его поднятия либо опускания. Если в нашем случае мини-ПК ITC может им управлять с экрана самого монитора условно, то если мы используем сторонний ПК, то только будет условно при помощи нажатия кнопки непосредственно пальцем. Надеюсь, я вас не запутал и ответил одновременно на вопрос. Но мы еще на этом моменте остановимся, когда дойдем до мониторов и терминалов. Здесь мы уже по этому слайду прошлись, я думаю, нам надо дальше перейти к следующему слайду. Да, давай дальше. Ну, соответственно, что у нас получает заказчик? Он получает красивый эргономичный выдвижной монитор, который при необходимости можно убрать, если он не используется, когда делегатам нужно поговорить, что называется, смотря глаза в глаза. А в случае непосредственно работы над документами в безбумажном формате, мы данный монитор поднимаем, и у нас начинается полноценная безбумажная конференция. Данные мониторы представлены в трех диагоналях. Это 15,6, 17,3, 18,5 дюйма. Они сенсорные, эти мониторы. И мы можем также к этим мониторам подключить дополнительно различные беспроводные устройства, клавиатуру или мышь. Ну, кому как удобнее пользоваться. Можно использовать сенсорный экран и там выводить клавиатуру на экран, а можно использовать и подключать более привычные клавиатуры и мышь. Да, у каждого монитора у нас есть проходной USB-разъем, который позволяет как флешку подключить, так и, например, вот этот приемник беспроводных клавиатур и мышь. Все у нас мониторы с разрешением Full HD. Также здесь на слайде представлен сервер медиастриминга, для чего он нужен. Он используется для вывода и ввода в систему различных видеофайлов. Соответственно, мы можем из кодека VKS или DVD-плеера подать сигнал в конференцию и отобразить его на выдвижных мониторах. Также мы можем на системах отображения, на видеостене или на проекторе с помощью этого сервера выводить информацию из конференции на эти средства отображения. Да, то есть не только на экранах самого выдвижного монитора, но и на внешних источниках, на больших, которые стоят там, висят на стене. Также он обеспечивает за работу открытие каких-нибудь файлов, те же самые презентации, Excel, Word, которые могут открываться непосредственно с выдвижного монитора. Сейчас промахнувся кнопкой. Ну, соответственно, данная система, она имеет открытый порт для интеграции с другими системами, которые, возможно, есть у клиента. Это могут быть различные CRM-системы, различные системы, те же самые системы управления CRM-системы, в том числе, может быть заинтегрированы. То есть система гибкая, имеет открытый порт для интеграции с другими системами. Да. Какие возможности система нам предоставляет? Значит, на всех трех стадиях конференции, на стадии подготовки, во время конференции, после конференции мы используем функционал. На стадии подготовки мы загружаем данные, уведомления о встрече, во время конференции мы производим совместный просмотр документов, воспроизведение видео, общаемся в чатах, голосуем, заказываем различные сервисы обслуживания. По завершению конференции мы проверяем записи, историю, что проходило во время конференции, производим организацию обработки данных документов и отслеживаем решения, которые были приняты. Ну там, по голосованию, про какие-то совместные документы, которые готовились. Общение – это не только можно голосом условно и с микрофонами, нового общения, тоже еще и чат. И в чате, да, в данной системе. Да. Там есть как публичные чаты, так и личные чаты, можно с коллегой на личные темы пообщаться. Да, ну вот здесь вот мы как бы еще раз повторимся, да, из чего состоит система. Это платформа сервер управления, сервер медиа стриминга, терминал, он же мини-ПК. И есть у нас четыре различных модификации выдвижных мониторов. И пятая модификация – это монитор, горизонтально складывающийся в стол. Также можем использовать и выдвижные микрофоны. Есть отдельная модель, отдельный выдвижного микрофона. Да, она у нас есть как встроенная непосредственно в монитор, есть некоторые модели, есть также, как и отдельная. То есть выдвижной монитор, который… Ну, сейчас еще будет слайд, но мы остановимся на этом. Сейчас поговорим про серверные платформы. Ну, соответственно, есть стандартная платформа, это TS-8300. Данная платформа поддерживает до 50 участников. И вот такое оптимальное количество. Но если нужно большее количество участников поддерживать, есть вот две других модели – TS-8300A и B. Они, соответственно, поддерживают первые от 50 до 100 участников. И с символом B – это от 100 до 150 участников. Такая серьезная уже платформа. Участники – это вот фактически, можно сказать, условно-выдвижные мониторы и в паре с компьютерами. То есть это… Это очень большая система. Да, то есть это большое и помещение. То есть у нас в демо-комнате представлена вот эта вот базовая комплектация 8300. Ну, вот сервер медиастриминга имеет на своей задней панели видео входа-выходы и… И аудио еще. И аудио, да, и аудио-выходы для вывода звука при необходимости. То есть он, в принципе, практически всегда… Ну, не практически, наверное, всегда идет в паре вместе с TS-8300. Они работают вместе. Ну, и он отвечает за всю работу медиа во время конференции. Ну, и вот, соответственно, что из себя представляет рабочее место. Это вот, как я уже говорил, есть четыре варианта исполнения выдвижных мониторов. И в каждом из вариантов исполнения мы имеем три диагонали. То есть есть выдвижной монитор с одним экраном в трех диагоналях. Есть выдвижной монитор с двумя экранами, с главным сенсорным и с несенсорным на оборотной стороне экрана. Ну, это имена и табличка. Да, по сути, это имена и табличка, которая программируется. Есть выдвижной монитор со встроенным микрофоном с одним экраном. И такой же монитор с выдвижным микрофоном с двумя экранами. Здесь как раз и микрофон это выдвижной, который тоже. То есть мы имеем 12 моделей мониторов, выдвижных мониторов. И, соответственно, вот работают они в паре с терминалом. То есть выдвижной монитор, моторизованный монитор, это, по сути, просто монитор. Чтобы придать ему функциональность, то есть это не планшет. Вот сразу скажу, это не выдвижной планшет. У него нет собственных мозгов, условно, грубо говоря. То есть это просто устройство отображения. Для его работы, в принципе, вы можете запитать его. Он питается от сети 220 вольт. В случае необходимости, например, можно просто приобрести этот выдвижной монитор и, например, с какой-нибудь видеоматрицей на него вывести изображение. И использовать его с другими системами. И он будет работать просто как устройство отображения информации. А если вы хотите уже его с безбумажной конференцией, то тогда нужен терминал 8304, там, B1 или вариант B2, или, ну, какие-нибудь сторонние, условно, мини-ПК с предустановленным специальным программным клиентом. Дальше. Переходим дальше. Ну, соответственно, вот, как я уже говорил, есть одна модель горизонтально складывающегося монитора. Он представлен в одной диагонали 15,6 дюйма. И также он может использоваться как просто складной монитор либо в паре с терминалом для использования в составе безбумажной конференции системы. Я вижу, Алексей, что есть вопросы у Алексея. Он, видимо, какую-то модель монитора предложил. Алексей, если у нас останется время уже после прохождения, то мы посмотрим, сможем ли мы предложить аналог. Вот во время презентации делать не будем. Также у нас есть именные таблички, то есть варианты, которые просто устанавливаются на столы, да, и через специальное программное обеспечение настраивать на них то, что будет отображаться, в чем есть вот в исполнении двухэкранном. Также есть еще и моторизированная выдвижная. Двусторонняя. Двусторонняя. Здесь уже чисто это просто устройство оснаображения, оно уже не требует наличия терминала для того, чтобы она работала. Вот, это вот модель справа у вас на экране, 11.07T. Ну, пример применения. Вот здесь рассчитан как бы реальный кейс, переговорная комната на 10 человек. Мы используем платформу, сервер медиастриминга. У нас 10 выдвижных мониторов в паре с терминалами коммутатор. В качестве дополнительной системы отображения используем телевизионную панель, которая стоит на мобильной стойке. И в качестве аудиоконференц-системы мы используем контроллер TSW-100, кабель-удлинителя, используем микрофоны TS-0205, 0205A, также их 10 штук. Ну, вы видите, как стоимость каждой системы отдельно, так и общую стоимость, которая получается. Да, стоимость достаточно высокая, но по сравнению с системами, аналогичными других производителей, данная система очень-очень как бы бюджетная. Алексей, я еще тут вопрос увидел, пропустил его. Сдает его Илья. В государственных структурах, где идет процесс законотворчества, часто много своих регламентов. Как вносятся поправки, сколько можно поправок вносить и так далее. Предваритель идет навстречу по кастомизации своего продукта. Но имеется что, правок настройки системы или правок документов? Ну, я думаю, тут больше сам основной вопрос, во-первых, про кастомизацию. Я так понимаю, кастомизация – это, скорее всего, цвет и какие-нибудь лейблы. Хотите, пожалуйста, пока на него. Ну, что касается кастомизации непосредственно выдвижных мониторов, да, мы можем поменять логотип ITC на любой другой логотип. Данная опция доступна. Также, возможно, и окраска монитора в другой цвет. Опять же, это все решается кейс-бай-кейс с производителем. В случае конкретного проекта. Вот тут сделали, как бы, не поправку, а дополнили, что, я так понимаю, что кастомизация идет интерфейса, программного клиента и всего вот этого вот, условно-начинки, которую видят на экране. Ну, в данный момент у нас есть вот интерфейс, который нам предоставил производитель. Он сейчас русифицирован. Вот по поводу кастомизации вопрос открытый. Я его постараюсь задать производителю и отвечу вам. В принципе, нам кажется, что в рамках проекта этот вопрос задать нужно. И, скорее всего, это будет положительно, что производитель пойдет навстречу и сделает изменения, нужные под клиента, конечно. Коллеги, ну да, давайте продолжим. Вот примеры кейс уже более масштабной системы. Здесь, опять же, используем платформы. Используем мы уже модернизованные экраны со встроенными микрофонами, 25 штук. Сетевой коммутатор, контроллер аудиоконференц-системы уже без микрофонов, так как у нас микрофон уже встроенный в мониторы. Кабель удлинитель, сервенный шкаф, мобильную стойку, профессиональную панель. Стоимость отдельная пейперлесс-системы безбумажная у нас получается 202 тысячи долларов в рекомендованных розничных ценах. Если мы хотим использовать эту систему, например, с кодеком ВКС, то вот вы увидите еще дополнительно кодек ВКС VC880, стоимость которого получается 13 143 доллара. Итого система наша получается уже 215 251 доллара в рекомендованных розничных ценах. Да, то есть это готовое решение. Также здесь стоит отметить, что здесь нет системы звукоусиления. Фактически здесь только колонн-телевизоры используются. Но здесь есть и аудиоконференция, и безбумажная конференция, а также и видеоконференция. Где используются данные системы? Вот представлена система за круглым столом. Можем ее использовать в центрах управления, в ситуационных центрах. Выдвижные мониторы используются как персональные рабочие места. И можем использовать также в тендерных комитетах. И мы переходим к профессиональным аудиосистемам ITC. Профессиональные системы ITC представлены линейкой беспроводных радиомикрофонов, проводными микрофонами. Есть линейка микшеров, аудиопроцессоров и матриц. Есть усилители различной мощности и громкоговорители. Вот мы переходим к беспроводным радиомикрофонным системам. Это серия T521 двухканальная. Она используется для широкого применения. Это сцена, рестораны, бары, конференц-залы, открытые площадки. Она проста в использовании. Передатчик и микрофон могут работать в режимах высокой и низкой мощности. Данная система состоит из непосредственно приемника и передатчиков. Передатчиками являются беспроводные микрофоны. Возможны различные вариации данной системы. Данная система может работать с двумя ручными микрофонами, с двумя петличными, с двумя микрофонами, так сказать, головными или с оголовьем, как их называют. Возможно, еще различные миксы. Это ручной петличка, ручной головной и головной петличка. Парт номера данных систем указаны под микрофонами. То есть как и приемник сам ITC, так и все передатчики тоже ITC. И на экране есть регулировки громкости непосредственно самих каналов, скажем так. Также есть и одноканальная система. Полностью совпадает с тем, что рассказывали ранее, с 521. Ну, как бы половинку. Да, ну, это половинка, то есть всего одноканальная. И варианты поставки это с ручным, либо петличным, либо головным микрофоном. Да, и пусть вас не смущает наличие двух антенн. Она не двухканальная, это две антенны нужны просто для лучшего качества приема. На выходе у них либо XLR, либо 6.3 разъема для подключения напрямую в микшер, либо в какие-нибудь другие аудиосистемы. Да. Вот есть линейка проводных микрофонов. Она представлена ручным микрофоном TS-331. Есть стойка под данный микрофон. И есть вот различные модели настольных проводных микрофонов, которые, опять же, это микрофоны, не микрофоны конференц-системы. Это простые микрофоны с XLR-разъемами, которые мы можем подключить непосредственно в микшер или к усилителю для передачи, для усиления звука и передачи их в акустику. Это обычные аналоговые. Да, обычные аналоговые настольные проводные микрофоны. Представлена линейка цифровых микшерных пультов. Это профессиональные микшеры с микрофонным предусилителем и фантомным питанием 48 вольт с хорошим качеством звука. Как вы видите, в зависимости от модели они имеют различное количество входов и выходов и каналов. Также в зависимости от модели есть USB-порт для записи воспроизведения, встроенный MP3-плеер. И во всех моделях, даже в самой младшей модели, есть встроенный 24-битный DSP-процессор со 100 предварительно загруженными пресетами эффектов. В линейке ITC есть и аудиопроцессор, и аудиоматрицы. Здесь представлены два подавителя акустической обратной связи. Может быть, Юрий тогда подробнее расскажет о них. Да, это устройства, которые устраняют в конференции эффект самовозбуждения. Если у нас микрофоны достаточно близко к колонкам расположены, то многие, наверное, сталкивались, когда начинает идти самовозбуждение, оно очень сильно мешает во время конференции. Или, например, каких-то публичных выступлений тоже эти эффекты могут возникать, особенно когда громко колонки работают. Для этого созданы вот эти подавители. У нас они представлены в виде двух устройств. Это TS-224, у которых есть два входа и два выхода через разъем XLR. Особенность TS-224, что он может работать как в ручном режиме, а именно в ручном, можно выставить настройки, либо автоматическом. А TS-234, он условно работает только в автоматическом режиме, у него никаких настроек нет. Соединили нужные нам кабели и, собственно, все забыли, система сама работает. В нем уже заложен алгоритм шумоподавления и ничего там настраивать не надо. Единственное, мы можем, есть на передней панели кнопка, где мы можем этот режим шумоподавления, эхоподавления отключить. Вижу вопрос от Ильи. Сколько частотных полос на подавителях? Ну, давайте мы в этой презентации не останавливаемся подробно на технических характеристиках. Если интересно, вы можете задать эти вопросы мне или Юрию, либо посмотреть на нашем сайте. Ну, вы можете задать, условно, любому представителю IP-матики, в том числе и в Екатеринбурге, и в Новосибирске, и в Питере. Но просто сейчас не готовы ответить на этот вопрос. Также у нас есть аудиопроцессор, аудиоматрицы для обработки и сбора аудио каких-то сигналов от различных источников. Например, аудиопроцессор у нас есть с двумя шестью выходами и с большим количеством входов выходов аудиопроцессора или аудиоматрицы их еще называют. Там есть 8 на 8, 12 на 12, 16 на 16. Для того, чтобы, например, те же самые аналоговые микрофоны можно 16 штук подключить и соединить их с каким-нибудь одним выходом, например, вывести их на микшер. Система позволяет различные вариации коммутации входов и выходов, поэтому они называются матричные. Также есть матричные коммутаторы, которые поддерживают протокол Данте. То есть у них встроенный модуль Данте, чтобы, например, аналоговые аудиосигналы собрать, много их, и отдать в один интерфейс Данте. Ну, вот в шеструк Данте, чтобы завести. Напоминаем, что у нас компания IT является официальным, как бы сказать, в списке официальных производителей оборудования с интерфейсом Данте. Также у нас есть профессиональные усилители. Самая популярная – это вот серия PI. Серия бюджетная, бюджетных усилителей профессиональных. Да, они у нас с мощностью от названия. То есть 200 PI – это они, во-первых, у нас все двухканальные усилители, и в названии отражена их мощность. Мощность выхода на каждый канал. Да. Также они могут работать как в режиме стерео-параллель, так и мост. В режиме моста у них там мощность увеличивается. То есть увеличивается значительно. Порядка, по-моему, в двух, два раза, в трех раз даже. Практически в три раза. Вот. Все они работают через… Ну, условно, у него есть приемник 6,3, а выход уже через C-com, правильно называется? Разъемы Canon. Canon разъемы астана. И через двухжильный стандартный кабель там идет… Подключается к акустике по системе, по-моему, для пассивных колонок. Терия-ТА, она более, скажем, мощная уже, более мощная, то есть мощность там до 1200 Вт на каждый канал, то есть на два канала. Да, и данный усилитель уже может работать на нагрузку как 8 Ом, так и на 4 Ома, что значительно повышает его мощность. Значит, на 2 Ома. Да, и есть, да, есть режим на 2 Ома. Вот. И самые мощные у нас усилители – CELIA-TR. Мощность там у них уже, там, 4 даже выхода на 1200 Вт есть. Ну, может работать с низкочастотными сабвуферами. С достаточно мощными, чтобы он их раскачивал. Есть у нас свои пассивные АУ-колонки. Опять же, различной мощностью с разным, как сказать, диагональю. Да, у них отличаются они размерами встроенных динамиков. Динамики от 8 до 15 дюймов встроены, соответственно, у нас двухполосные акустические системы, двухполосные динамики, которые в зависимости от диагонали обладают различной мощностью от 200 до 450 Вт. Также у нас есть акустика, которая предназначена не только для помещений, но и, условно, как сказать, для уличного использования. Для лучшего исполнения, да. Вот серия TP10-12-15 – это пластиковая водонепроницаемая двухполосная акустическая система. Да, также у нас есть потолочные громкоговорители, чтобы спрятать их, чтобы на стенах ничего не висело, а чтобы это аккуратно, чтобы звук шел сверху, условно, то есть два вида подстолочных микрофонов. Две модели. Две рамкоговорители, да, TS-108R и TS-108R. Мощность в них одинаковая. 100 Вт. 100 Вт, да. Работает они на нагрузку 8 Ом. Есть также у нас и активные колонки, не только пассивные, которые работают от 220 Вт. Да, есть в них встроенные усилители мощности, встроенные DSP-процессоры, эквалайзеры. К ним уже не нужны дополнительные усилители. Напрямую подается сигнал с микшера непосредственно в колонку, и колонка выдает необходимую мощность. Они вот есть как в исполнении водонепроницаемым, это вот серия, также TP-10P, 12P, 15P, так и для использования внутри помещения, и вот серия TS-610. Она, откровенно говоря, посимпатичнее выглядит, нежели... TP-10P, линейка. Также у нас есть оборудование и для сцен, то есть для концертных площадок, есть сценические мониторы, они сейчас перед вами. Краски, они отличаются по мощностью и по форм-фактору немножко. До помешнего вида. От 400 до 500 Вт. Здесь у нас также и несколькочастостные сабвуферы. Ну да, мы подробно не будем останавливаться, характеристики вы видите, различные тоже размеры, форм-факторы, различные встроенные в них динамики, низкочастотные от 15 до 18 дюймов, что выдает хорошую мощность. Стоит отменьшить, что они пассивные. Да, это все по-это парсивное. Также у нас есть активные линейные массивы. Это просто комбинированный сабвуфер плюс... Низкочастотные, да, среднечастотные динамики. Да, колонны, да. Из этих низкочастотных динамиков. Мы на выставке ISR, по-моему, этот линейный массив будем показывать. Один один покажем. Вот этот, который ниже у нас 15. ТС-15, а 0,3. Если вы будете на выставке ISR, можете подойти посмотреть. Мы его планируем показать. Вот есть линейка уличных рупорных громкоговорителей. Это достаточно-таки специфические устройства для использования на улицах, в скверах, публичных местах, парках, стадионах. Вот есть три модели. Первая модель для внутреннего использования. И две модели имеют класс защиты IP65 и могут быть использованы уже вне помещения на улице. Также компания ITC представляет акустику для больших концертных площадок. Это профессиональные пассивные линейные массивы. Здесь представлены две линейки LA-2100 и LA-2120. Данный массив состоит из сабвуфера низкочастотного и набора двухполосных акустических систем. Вот на картинке, если вы видите, вверху находится сабвуфер, а под ним находятся две или на нижней картинке четыре двухполосных акустических систем. Это вот такие вот собранные линейные массивы. Помимо пассивных линейных массивов, есть и активные линейные массивы, в которых уже встроены усилители. Данные массивы тоже часто используются. Для чего они нужны? Вам не нужно от усилителя, который, как правило, располагается в серверной стойке, тянуть длинные провода к данной акустике. А провода должны быть достаточно толстого сечения, чтобы передать звук от усилителя до акустической системы. А здесь вы меньшими ресурсами и силами непосредственно с микшинного пульта передаете сигнал в данную систему. Система активная, где происходит усиление звука. И таким образом данная система работает. Здесь представлены две линейки. Линейка LA-2650 и LA-28. Также состоит из сабвуфера и набора среднечастотных акустических систем, которые собраны в массив. Предлагаются также различные аксессуары для громкоговорителей. Это различные настенные кронштейны, есть стойка для громкоговорителей различных моделей. То есть все это можно заказать. Стоит отметить, что у нас колонки, например, пассивные, которые мы предполагаем, там на DRTS-610, они идут без кронштейнов. Поэтому при заказе нам также важно знать, куда условно будет это все крепиться. И у каждой модели есть свой кронштейн, например. Тот же самый. 610-ю колонку можно как поставить на стойку. На треногу. Да, TS-01C. Или, например, прикрепить ее на стену. В этом случае нам тогда нужен аксуар TS-02B. Просто как из вариантов. По-моему, у нас... Или в комплекте идет. Ну, сейчас не будем на этом останавливаться. Давайте мы остановимся на партнерской программе. Что мы можем предложить вам, нашим партнерам. Во-первых, у нас в штате компании есть два пресейл-инженера по оборудованию ITC, которые прошли обучение на фабрике в Китае. Это вот Юрий Якушин, как вы видите на экране, и наш руководитель технического отдела Дмитрий Балашов. Вот, соответственно, если есть какие-то вопросы по технике, можно обращаться к ним. Компания «Эпиматика» в настоящий момент присутствует в основных экономически активных регионах. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Петербург и Казань. У нас там есть офисы, представительства. Можете обращаться к нашим коллегам в регионах. Выделенные инженерные пресейл-ресурсы у нас находятся в Москве, но они доступны. Все запросы отрабатываются, и наши партнеры получают ответы в рамках зарегистрированных кейсов. Компания «Эпиматика» имеет более чем 10-летний опыт работы с партнерами и построения проектов в различной степени сложности. Мы оказываем нашим партнерам маркетинговую поддержку. У нас производится оперативная поставка оборудования под заказ. Можем работать как под заказ, так и с московского склада. В настоящий момент на московском складе представлен большой ассортимент аудиоконференц-систем проводных и беспроводных, усилителей, акустика. То есть, в принципе, можем работать и с московского склада из наличия. Мы осуществляем сервисную гарантийную поддержку наших партнеров. Также мы поддерживаем партнеров, которые сами прорабатывают проекты. Мы эти проекты регистрируем. Мы можем зарегистрировать проект на оборудовании ITC или комплексный проект с использованием другого оборудования. Можем подобрать решение на основе технического задания заказчика. Можем сравнить какое-то уже имеющееся решение с решением на ITC, показать преимущества, проконсультировать по каким-то техническим особенностям оборудования ITC, помочь в написании подготовки нового технического задания. При необходимости можем помочь провести презентацию для заказчика, как очную, так и с помощью ВКС-сеанса. И в настоящий момент мы можем организовать демонстрацию оборудования либо на площадке заказчика с использованием демофонда, либо в нашем деморуме IPMATIC, который находится в Москве. На нашем сайте по поводу демонстрации демокомнаты, если зайти на главную страницу, есть кнопка большая, демозал. Если вы будете условно проездом в Москве, либо сами находитесь в Москве, то можно зарегистрироваться, записаться. Вашу запись подтверждают, и мы вас будем ждать в самом демокомнате, готовые рассказать, показать непосредственно. То есть и paperless систему, и конференц-систему, акустику. Мы туда установили достаточно много различных систем. То есть вот что показано на экране. Да, и здесь даже вот внизу есть готовая ссылка. Алексей, может быть ты более подробно расскажешь про регистрацию, что требуется для того, чтобы зарегистрировать? Ну да, для регистрации проекта необходима вся информация о конечном заказчике, о вас как партнере. Желательно предоставить информацию о месте установки данного оборудования. Ну, непосредственно все эти вопросы у нас есть в вопросных листах, и вы можете запросить их в наших представительствах, у ваших персональных менеджеров. Вы это все получите, вы всю эту информацию, эти опросники заполняете, предоставляете нам, мы регистрируем проект и поддерживаем вас дальше в реализации этого проекта. Компания Appymatica постоянный участник различных выставок. Мы участвовали в прошлом году в выставке Integrated System Russia 2019, и планируем участвовать в этом году. В этом году выставка пройдет с 27 по 29 октября в Крокус-экспо во втором павильоне в пятом зале. Если у вас есть возможность посетить эту выставку, приглашаем вас на наш стенд, милости просим. Там будет представлено оборудование ITC, оборудование VKS и Alink. Попробуем там показать совместную работу этих устройств, интеграцию. И много-много всего интересного. Также будут показаны новинки различные. Также у нас до Integrated System Russia у нас еще запланировано мероприятие Vendors Day, которое будет приходить в Москве. Он будет посвящен только компании ITC и оборудованию ITC. Если, соответственно, ничто не помешает, если не ведутся дополнительные какие-нибудь ограничения в связи с ковидом, то мы очень-очень надеемся, что данное мероприятие 23 сентября у нас пройдет. Да, вы можете записываться. Да, регистрироваться, спрашивать о данном мероприятии у своих персональных менеджеров и регистрироваться на сайте. Вот настоящий обзор компании ITC мы завершаем с Юрием. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Если этот вебинар был таким ознакомительным, да, вводным, то вы можете на нашем канале и на Ютубе посмотреть отдельно вебинары, которые мы уже провели в начале года отдельно по различным линейкам оборудования. Они более подробные. Смотрите и задавайте нам вопросы. Если сейчас есть вопросы, мы готовы сейчас ответить. Ну, у нас вот времени уже на самом деле прошло час пятьдесят. Я думаю, тогда давай до двенадцати подождем, может быть, появятся еще вопросы. И нас еще Алексей спрашивал, можем ли мы подобрать аналог под модель, которую он указал в чате. Давай пока ее посмотрим. Да, сейчас посмотрим, что это такое. Так, Tail Z3 от компании GONSYN. Надеюсь, ее правильно произнес. Это тоже какой-то центральный блок для конференц-систем. Для конференц-систем. Матируется в стойку. Возможности подключения до шестидесяти микрофонных. Возможности тренировать до тысячи. И возможности интеграции с камерами. Можно интеграции с видеоматрицей, четырех видеокамер. Ну, здесь мы можем вам предложить это либо TS0200M контроллер, либо TSW100. Ну, да, если требуется работа беспроводных микрофонов. Да. А так, ну, если будут подобные вопросы, то лучше уже задавать его на почту либо presale, либо непосредственно представителем вашего региона. Ну, где представлена тематика, скажем так. Ну, на самом деле подбирать оборудование под, как это сказать, под конкурентов условно, оборудование, они не 100% взаимозаменяемые. У каждой есть свои фишечки, поэтому для правильного подбора нужно формировать задачи. То есть клиенту нужно такие-таки задачи или проблемы решить, и мы тогда уже можем более качественно подобрать это решение. То есть лучше всего и правильнее всего получить от заказчика техническое задание. Или хотелки. Да, или какие-то его пожелания. Если есть какие-то пожелания по конкретному оборудованию, либо, как бывает, составлено техническое задание несколько лет назад, а проект подошел к реализации сейчас, и оборудование уже снято, ну, вот в этом случае, да, еще мы можем попробовать подобрать какие-то аналоги, но все равно реально и правильнее всего лучше отталкиваться от технического задания, а не подбирать аналоги на оборудовании. Корреки, тогда мы пока... Спасибо вам за посещение. Вас было достаточно много, нас это радует. Мы пока с Алексеем тогда выключим у себя микрофон и камеру, и подождем до 12 часов, но это буквально еще 7 минут по нашему по Москве. Если будут еще вопросы, мы на них ответим. Если до 12 вопросов не будет, то тогда еще раз с вами попрощаемся в любом случае. Спасибо вам, что посидели на нашей... Спасибо, что посидели. Надеюсь, было интересно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok